Всем привет! Сегодня поделюсь с вами самыми лучшими сайтами, конечно, по моему только субъективному мнению, для изучения английского языка. Сегодня вы знаете, что и сайтов ужасно много, но зачастую, зачастую ты понимаешь, что они просто ни о чем, они не дают тебе никакого результата и никакого удовлетворения. Но давайте не будем особо много разглагольствовать, я вам покажу своих фаворитов на данный момент, а вы мне, пожалуйста, напишите в комментариях, какие фавориты у вас, какими сайтами вы уже пользуетесь, а какими сайтами вы бы не стали пользоваться больше никогда. Начнем с аудирования, да? Нам всем нужно хорошо воспринимать английский на слух, особенно те, кто общается с носителями языка, либо планируют общаться с носителями языка. И первый сайт у меня это learnathome.ru. И в чем там секрет? Вот у вас есть кусочки из видео, из фильмов, из рекламы, вам короткий отрывок проигрывается, а внизу вам нужно написать быстро то, что вы слышите. Делать это достаточно просто, вы просто нажимаете первую букву каждого слова и уже слово, да, искомое, нужное, сразу появляется. Сразу скажу, что да, очень так полезное занятие, потому что развивает ваше аудирование, как вообще ни один другой сайт. Все говорят быстро, да, и тем более вы там не соскучитесь. Допустим, вы можете, если там, не знаю, любите Брэда Питта, допустим, да, как актера, то вы можете найти видео с ним и заниматься с ним. Любите рекламу? То же самое, выбираем рекламу и слушаем рекламу. Все достаточно просто. Ну вот, пожалуй, и все. А, да, еще забыла. Когда внизу вы, когда вы печатаете, все заполнили, все сделали, прошли, внизу потом появится лист фраз, либо лист с грамматикой, который был использован в этом коротком видео. Так что вы можете еще все разок просмотреть, вспомнить, может быть, то, что вы забыли. Я имею в виду в плане грамматики, выписать себе какие-то обороты, интересные фразы, тем самым еще и улучшить свой словарный запас. Возможно, вот этот сайт как-то используют и по-другому, но я использую его только для аудирования. Так что проверяйте. Итак, следующий у меня будет сайт theenglishchannelbritishcouncil.org, что-то там такое. Все ссылки, да, внизу под видео, чтобы я вас точно не обманула. Этот сайт, конечно, такой, он, не знаю, как это сказать, он просто воодушевляет, да, такой inspiration. Видео там короткие, на 4, максимум 5 минут. Сделаны они очень красиво, как маленькие фильмы, и вы можете посмотреть там видео на любую тему. Допустим, интервью с Наоми Кэмпбелл, либо как делают кофе в Нью-Йорке, там, лучший дизайнер какой-нибудь, да, в каком-нибудь там, именно одном направлении. Все это стилистически прекрасно оформлено, подано, но главное, что нас интересует. Когда мы слушаем и смотрим это видео, по ходу у нас появляются такие маленькие окошки, по ходу у нас появляются такие маленькие окошки, да, со всякими вопросами. На них мы сразу по ходу отвечаем, видим правильно-неправильно, и идем дальше. Очень удобно. Видео там разделено на 2 типа, на 2 типа, да, видео простое, и есть еще advanced version. Если вы хотите advanced version, ну, advanced не всегда такой advanced, там просто побольше, как я уже заметила, побольше вопросов, и более материал такой глубокий, скажем так. Но чтобы он супер там какой-то advanced, я так не скажу. Так что, если вы хотите, допустим, вот вы пришли после тяжелого вечера, и хотите и развлечься, и задные английские подучить, то вот вам прям туда сразу. И тем более времени это много не займет. Как минимум, я думаю, 10 минут в день у каждого найдется. Не так. Как нам запоминать, как я знаю, да, запоминаю английские слова, что мне в этом помогает. Так, что мне в этом помогает. Вот я так посмотрела, да. Допустим, на первом месте у меня стоит lingualeo. Да, lingualeo. Всем этот сайт хорошо известен, все знают, что там можно учить грамматику, заниматься. Там много курсов различных. Тем более радует, что теперь есть даже курсы по подготовке к кайлс, к TOEFL. Потом есть, допустим, курсы для тех, кто работает в маркетинге, либо в сфере IT. Есть курсы для тех, кто готовится к собеседованию. Так что изучайте, смотрите. Ну, а я же использую этот ресурс только из-за словарян. Там есть слова, я добавляю туда все неизвестные мне слова, по ходу дела. И потом, допустим, когда еду в транспорте, да, либо стою где-то в очереди, кого-то жду, я просто достаю свой телефон и играю, да, там есть разные игры на запоминание слов. Меня это вполне устраивает, тем более, что приложение, допустим, работает оффлайн, если вы будете предложить доставить, устанавливать на телефон. Ну, а если вы дома с компьютером, то вообще никаких проблем никогда не будет. Заходим в раздел слова и выбираем, какую мы хотим, игру, ну, как игру. То есть там первый вариант, допустим, переводить с английского на русский, второй вариант карточки с русского на английский. Потом есть вариант, когда вам надо самим, у вас русское определение, вы даете английский вариант. На скорость, допустим, еще есть, да, на узнавание слов. Ну, вот так вот использовали ваулео я, только из-за словарного запаса. И следующий у нас будет learnersdictionary.com. Это у нас словарь, достаточно все там просто. Хотите найти неизвестное вам слово, печатаем в поиск это слово и видим определение, определение на английском. Также там есть слово дня, допустим, можно посмотреть, да, узнать. Также можно задать вопрос редактору и вот какие вопросы редактора. Обычно там очень интересно, допустим, сегодня это было почему в O'clock, да, там, допустим, six O'clock, O'clock, почему там ставится апостров, вот почему. Так что, если вы не знаете, идите как раз-таки на этот сайт и смотрите. Еще я бы делала такую категорию, как расширение кругозора, хотя, в принципе, все сайты можно под это подвести. Ну, а следующий сайт это всемизвестный ted.com, да, ted.com. Там видео на любой вкус, на любую вообще тематику. Допустим, я занимаюсь пилатесом, провожу занятия по пилатесу и понимает, на что меня интересуют всегда темы, связанные со спортом, с питанием. И вот, допустим, я могу туда зайти, ввести поисковую строку nutrition и посмотреть, что же там есть на эту тему. Или, например, я люблю путешествовать, обожаю Италию, я могу зайти и тоже написать что-нибудь там Italy, Italian, да, и посмотреть видео на данную тему. Сразу хочу сказать, что в ted я никогда не использую субтитры, по-моему, они были, но, если честно, я даже не включаю. Вот, а также ted был отличным источником, когда я готовилась к Carls. Кстати, если вы хотите узнать, как я готовилась к Carls, то, пожалуйста, пишите в комментариях. Вот ted мне в этом очень помог при подготовке к написанию эссе. Вы знаете такой сайт, да, Voice of America, там всякие новости, но есть отдельный сайт для изучающих английский язык. Там тексты адаптированы, все достаточно просто, есть как тексты, так и видео. Ну, что мне нравится, допустим, если есть у вас видео какое-то, то там они оставляют не только видео, есть еще скрипт, да, то есть аудио. И также есть внизу текст. А уже под текстом, то, что было у нас видео, либо аудио, у нас есть просто vocabulary, и там выписаны новые слова, либо тематические слова, которые были упомянуты. Опять-таки, с определениями все на английском. Так что, если вы любите следить за новостями, хотите оставаться в сфере событий, то вот прям туда я вас и отправляю. Ну, надо сказать, что там не только политика, да, вы не думаете, что это политический какой-то там 8-й портал. Там очень много про культуру, про красоту, допустим, про, ну, больше всего меня, допустим, интересуют именно традиции англоязычных стран, да, и истории англоязычных стран. То есть, вот прям, опять-таки, отправляю вас всех туда. Сериалы и фильмы самые любимые. Ну что, начнем с ororo.tv, да, все хорошо знают, наверное, уже ororo, там можно посмотреть сериалы, фильмы, шоу. Ну, я больше смотрю сериалы, конечно. Опять-таки, там по умолчанию вы включаете, наверное, по умолчанию, если нет, то вы мне напишите. Вы включаете видео, и внизу у вас идут субтитры на английском языке. Причем на субтитры всегда можно навести курсор, и вы сразу видите перевод. А если слово хотите добавить к себе в словарь, то нажимаете там плюсик, и слово добавляется к вам в словарь. Вот. Все очень просто и никаких подпохов. Единственное, что если у вас бесплатная версия, то у вас есть ограничения по времени. Допустим, там, я не знаю сколько, но мне кажется, где-то около часа в день. А если у вас платная подписка, то, во-первых, у вас нет ограничений по просмотру времени, а также у вас нет ограничений по фильмам. Фильмы вы можете смотреть любые. А в бесплатной версии фильмов ограниченное количество. Но, тем не менее, сайт отличный, простая навигация, все понятно. Голову себе забивать ничем сложно не придет. И для фильмов всегда еще есть ВК, да, ВКонтакте, просто либо в поиски вбиваю, допустим, in English или English subtitles. Но, скорее всего, я захожу просто в тематические сообщества, посвященные изучению английского языка, и смотрю, какие фильмы там добавлены. Все, вот так все просто. Ибо могу еще зайти, допустим, на кинопоиск, вбить русское название фильма, если я знаю, посмотреть, как это у нас в кино, в общем-то, в оригинале, да, на английском. И уже это английское название выбиваю тогда в ВК в поиск и смотрю, если на английском языке. Ну, вот так все просто. Также вы можете использовать YouTube, да. То же самое делаем с YouTube. Ну, скорее всего, я YouTube, конечно, смотрю по тем тематикам, которые мне больше нравятся, допустим, опять-таки, все, что связано со спортом, с пилатес, с каким-то мифоциальным расслаблением, кто в теме тот знает. Вот. Наверное, какие-нибудь любимые каналы на YouTube я вам оставлю. Кстати, на YouTube вы можете смотреть также все TED Talks, да. И обычно даже вот в последней моей жизни я использую, использую, использую YouTube на английском языке, допустим, вот банально. Мне нужно узнать, как приготовить, как запечь сладкую картошку в духовом шкафу. Все, я пишу how to bake sweet potato in the room. Все. И вижу свои результаты, слушаю аудирование и как раз еще и узнала, как же приготовить мне батат в духовке. Так, ребят, что еще? Так, что еще? Что еще? Я так смотрю, да, я вас не гоморирую. И, а-а-а, где же пообщаться с носителями языка? О-о-о, это вообще был самый полюбный вопрос для меня когда-то. Если у вас нет постоянной практики, то лучше всего идти на italki.com. Опять же, ссылочка внизу будет. Это идеальный вообще сайт, если вам нужно именно пообщаться с носителями языка. Причем у вас есть две опции, платная и бесплатная. Ну, начнем с бесплатной. Бесплатная версия, допустим, как использовала я. Там есть функция такого блокнота, как личного дневника. Вы можете на изучаемом языке делать там небольшие заметки. Просто пишите про все, что угодно. Допустим, я учу еще параллельно итальянский, и у меня там вот я вам покажу. Все будет на итальянском, конечно, эти заметки. Вот, и вы там что-то написали. Люди, которые носители данного языка, они просто видят вашу заметку, исправляют ошибки и пишут вам, что неверно и почему, допустим, неверно. Также очень часто просто вам приходят запросы, давайте, друзья. Ну, а платную версию вы просто выбираете учителем. Лучше всего, конечно, выбираете носителей языка. Выбираете rate, то есть сколько там вы можете заплатить, да, какой диапазон оплаты за час. И все, договаривайтесь с учителем, с этим носителем языка, созванетесь по скайпу и, пожалуйста, общайтесь, сколько вам в душе угодно. Ну, вернее, сколько вы договоритесь и на сколько у вас рассчитан ваш бюджет. Все очень прозрачно, просто, и этот сайт действительно работает. Он живой, там очень много учителей, носителей языков, людей. Поэтому лучше всего вы используетесь им. Так, еще посмотрим. Ну, все. Судя по всему, я обо всех сайтах вам рассказала. Пожалуйста, ставьте пальчик вверх, чтобы это видео могло посмотреть как можно больше людей. Также пишите свои комментарии внизу. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам хорошего и до новых встреч!